Задание аудирования 1. Понимание на слух основного содержания услышанного текста 2. Выборочное понимание на слух необходимой информации 3. Полное понимание текста монологического или диалогического характера Для того, чтобы выполнить задание по аудированию, задания 1, 2, 3, нам нужно знать следующее Что существуют такие слова, как синонимы Синонимы – это близкие по значению слова одной части речи, которые отличаются оттенками значений К примеру, слово amazing – слово удивительный А в английском языке оно может быть заменено огромным числом слов Incredible или fabulous – невероятный, wonderful и так далее Также вы можете обратиться на ссылку, где вы можете увидеть и познакомиться со словами-синонимами в английском языке Вашему вниманию представляю некоторые синонимы More ways to say great Magnificent – that's a magnificent painting Exceptional – she is an exceptional athlete Terrific – she is a terrific daughter Marvelous – our vacation was marvelous Далее хочу обратить внимание также и на слова-антонимы Что такое антонимы? Это слова с противоположным значением Здесь представлены такие пары, как first – last, healthy – sick, right – wrong Также вы можете обратиться по ссылке grammar.t.com Там вы можете тоже увидеть список антонимов для того, чтобы обогатить свой словарный запас Здесь представлены примеры First – last, healthy – sick – ill, right – wrong и так далее Также хотела бы обратить ваше внимание на слова-аммонимы Амонимы – это слова, которые пишутся одинаково, но имеют совершенно разное значение Например, слова arm – это рука Arms может уже означать слово оружие Bay – это залив, бухта Bay также может обозначать пролет, ниша А также глагол bay – lie, light Bay также прилагательное к недой и так далее Хочу представить вашему вниманию пример Каждый модуль учебника заканчивается шутками в учебнике Spotlight И я хотела бы вам представить некоторые амонимы What room has no ceiling, floor, doors or windows? A mushroom Spotlight 6, module 2, page 24 Еще один амоним Where do geologists go for entertainment? To rock concerts Spotlight 6, module 6, page 64 И вот еще примеры, пожалуйста Where is the park? There isn't a park around here But the sign says park here Spotlight 6, module 8, page 84 Также вы можете обратить внимание и посмотреть по ссылке, где можно найти этот материал Не забываем также о лексической сочетаемости слов Что такое лексическая сочетаемость? Это способность слова сочетаться с определенным кругом других слов Здесь проверяются знания лексики То есть знания проверяются ваше Ваш лексический запас Где вы должны представить свои знания фразовых глаголов Знания разницы в употреблении слов схожих по значению Разницы в употреблении слов схожих по звучанию или по написанию А также знания управления глаголов по формуле глагол плюс предлог Обратите внимание, пожалуйста, на ссылочку Вот я вам представляю некоторые лексические сочетаемости Они едва сводили концы с концами Make an attempt, an effort, сделать попытку Make an appointment, назначить встречу Make arrangements, делать приготовление Make a request, обратиться с просьбой и так далее Вашему вниманию представлен фрагмент лексического минимума по принципу частотности употребления слова в английском языке Вы увидите слова в данной подборке представлены по алфавиту И не объединены лишь одной или несколькими темами Вы можете обратить внимание на ссылочку speakwithnancy.ru Здесь вы можете увидеть тот лексический минимум, который вам необходимо знать Далее необходимо знать также и о понятии перефраз Что такое перефраз? Это художественное описание, замена слова или выражение на более новое или актуальное словосочетание или даже предложение Он используется для того, чтобы создать образ какого-то героя, характеристику, настроение или образ живых существ или природы Пример употребления перефраза в английском В предложении Лицо его имело красный оттенок Над воротником тяжело нависал второй подбородок Я убежал от него на моих крепких ногах Переводы предложения с использованием перефраза Улепетывал так быстро, как мог на своих молодых быстрых ногах Когда я видел его снова, он был ужасно угнетен Также представлена ссылка Необходимо также знать про английский идиом Что такое идиома? Идиома – это оборот речи Это неразложимое словосочетание, свойственное только конкретному языку И непереводимое дословно на другой язык Также здесь представлена ссылка Пример Очень сердитый или очень злой Темная лошадка A bitter pill to swallow Горькая пилюля – что-то тягостное и неприятное A brainwave – блестящая неделя Рекомендации Хотела бы обратить ваше внимание на сайт ФИПИ – банк открытых заданий, где вы можете увидеть различные задания Решу, ОГЭ, ЕГЭ, СДАМГИА, НЕЗНАЙКА, ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ Представлен по этой ссылке И также сайты Speaking Svetlana English Online По говорению А также Натали Рис Итак, уважаемые выпускники Давайте мы с вами разберем Раздел аудирования Оно содержит 9 заданий Рекомендуемое время на выполнение задания Раздела 1 составляет 30 минут Задание номер 1 Вы услышите 6 высказываний Вам нужно будет установить соответствие Между высказываниями говорящих И задание, пожалуйста Задание номер 1 Knowing German offers you more career opportunities German isn't as difficult as you may think 3. You can't learn the German language quickly Writers, philosophers and scientists need to learn German I learn German because I'm attracted by the culture Some unique academic books exist only in German German is almost an impossible language to learn Здесь вам представлено утверждение И нам нужно будет заполнить следующую табличку Прослушав задание Где обычно возникают трудности При выполнении этого задания Хотя оно довольно-таки легкое И справляются с этим заданием Достаточно легко Высказывание D при прослушивании определяющим Являются предпоследние и последние предложения Которые содержат ключевую фразу Scientist born in Которая указывает на позицию говорящего Словам exist only in German В данном утверждении Соответствует фраза A lot of award winning scientists born in Следовательно, высказыванию D соответствует утверждение 6 Если мы проверим результаты, попытаемся понять Почему же ряд участников соотнесли утверждение 6 с высказыванием C Возможно, их смутили слова-дистракторы Это слова, отвлекающие от ключа А именно But I'd like to become a scientist in the future В предложении I'm definitely not a poet But I'd like to become a scientist in the future Они связали их со словом scientist В утверждении 2 German isn't as difficult as you may think Четко соответствует фрагменту A Об этом свидетельствует содержание всего фрагмента И ключевая фраза в последнем предложении So it's not that hard after all В котором слово hard соотносится с перефразом в утверждении As difficult as you may think И хотелось бы подчеркнуть, что здесь нужно очень много тренироваться По аудированию По таким заданиям В задании номер 2 мы услышим диалог И нам нужно будет определить, какое из приведенных утверждений Соответствует содержанию текста True, false, not stated Также заполни таблицу Говорящие и утверждения Я хотела бы обратить внимание на утверждение Уважаемые выпускники Я желаю вам удачи Вы обязательно справитесь с заданиями Всего вам доброго